всем доброе утро сегодня у нас среда вчера вечером не привезли коробку потянув должны были привести во вторник утром но получается это человек мастер который занимается ремонтом он под мою коробку хотел себе сделать плиту такую до которая прикручивается придая до прикручивается корпусу коробки сбоку вот что можно было крутить вертеть там нормально разбирать собирать удобнее просто таких коробок у меня получается из этих альшифтов у меня самая старая и типа не вместе с выжимным находится внутри да то есть между ну там где корзина сцепления а у меня так как на обычной на механике то есть пгу находится сбоку вот вилочка ну то есть если снимать пгу то не надо коробку снимать а вот но уже на более новых альшифтах то там получается пгу меняется как выжимной подшипник так и получается вот на этот рабочий день то есть пока ему токар делал эту плиту под ремонт моей коробки да то есть на вот это время пока токар делал то вот он то есть задержался то есть не утром а вечером но у меня предупредил принципе нормально так и вчера он его ее привед я с ним рассчитался еще получается он одну муфту на первую передачу у меня не было уже как бы физически я не мог потянуть еще за 5000 там за 4 эту муфту шестеренка но у него была бы уж на вот за 1000 гривен он мне ее продал вот спасибо ему большое вы можете а в режим там можно рассказывать но я не знаю такой человек то есть я ему верю и он все запчасти бушный который стал с моей коробки он их привез и это мы на этом не будем зацикливаться сделал и сделал хорошо слава боже чтоб работала так еще вы думаете этот саша как ухты блин масло он везу масло заража в коробку так саша в 9 утра пришел на работу в пол двенадцатого у меня звонит коробку уже поставил в зибил масло и резиночки резиночки там уплотнительные на трубке на коробке на масляном фильтре стоит теплообменник вот и туда надо на эти трубки надо колечко сейчас их заберу и едем едем к саше я уже там сниму помещение наверное я муки машин ремонтировать родники пив заводик проехали и вот он мой любимый магазин автозапчастей дебил запаркинется он там за фуру станет он мы приехали саша сейчас понесем маслицо все на хомутиках да все как было все четенько публика ты а заливаться будет через сапун до я тебя они разные были тушь ты достал какую-то другую ну цвет другой воду такие как она не бежала не знаю вот а что вот такой штукой подымал ты блат и быстро поставил за сколько ты поставила часа за 2 наверно да ты знаешь что ты делаешь соображаешь ты инструмент и не дюра потому что а ее надо будет диагностику какую-то делать или нет типа дисциплиния или его когда но вы поставили никто не делал и поэтому ну понял то есть тут запрограммировано под новый диск его сносили никто не не а проехать а потом будет видно до мы забил масло ушел где-то 13 литров он человек сливал с коробки в новенькие канистрочки все чистенько аккуратненько герметик дорожучий виктор энд стоит он космос вот этот тюбик сколько гривен 600 наверно на те 400 я на него все клею я тупо беру пачками к тому внутри уголок и ржавчина да ну дальше я понял такой у меня сейчас залито там типа смешанная вестерированная вода и опустил она побежала видел короче кину канистру вода бежит на язык потому что ну я сливаю поеду месяц сливаю поеду сливая ну вот это уже это думаю что на зиму до зимы буду ездить на это потом поменяю вашим трубе что-то творится так это те система такая догоном я трубка тупо течет понял металлической этом он ваш бонт ржавчина не зажат защиты еще блок у тебя там отжаты идти снизу пока это что так чисто случайно забыть я же не так ты же не подумай что я не из тех людей которые будут брюшки пособирался страной едет за ворота танки сделай ну прижмется сцепление эти этом стал дак и обезжирал ввертом обезжирать само сцепление или болты корзину маховики дисциплина надо обезжиривать а я понял а я первичный вал солидолом намазал высшивной отдел ты так собирал да когда это самое а у меня кстати там не бежал же ждал этот сальник на коленвале не сухо было да мусорок я же выдавал конкретно такое не было потяло шо было в те шага не но это мне она том что сейчас батя ездит было и он ездит так туда уже точно наверно никто лес не будет но там столько денег уже нашел его же надо докатать и вот это такая какой-то этот омельский дед рассказывал понял что француз так вот это же у меня такая трактор что же что ты спрашивал ухлаясь они на даль на автопаде с ним встретился дак это шо мне машину ланаса показывал тисенс у него говорит что 2003 как купил новый да гляди но она у него как новое и пороги целенькие все чистенько все прикручено то закручено на эти патрубки зажал на на воду все красота да то так его установили блин это он месяц у меня этот ящик они его как-то так поставили неправильно ой где-то на попова там два таких же в годах сварщика много он не обошелся почти 6 тысяч 6 200 потому что можно было взять за 4 но он бы был с 1 и 2 или с полторашки понял металла здесь двойка человек приходит 6 кусков что можно заводить еще не знаю ага что сначала проверим а потом прикрутим кардан у меня тут уже глаза бросился комутик упирается надо что все было по концу и Да, 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 да. Ух ты! Станьте страшно. Я залил сюда антифриз. Хороший там G12 какой-то там допуск, я не помню. Красный. Короче, залил в 11 вечера, а в 6 утра его не было. За литр всё вытекло и зырьки не было. Залил воду и поехал, понял? Всё, запускаю? Не понял. Что? А знаешь что? Она наверное стоит на передаче. И надо дать воздух. А я тут давай чушь, карданы не поставил. Потому что... А я тут давай чушь, карданы не поставил. А чё ж... А, он не выключил Лёня, да? Он наверное вилки так собрал. Да, да. А я только отпляюсь, он не крутится. А как его в воздух дать? Есть у тебя компрессор? Да, есть, ты ж. Так надо ждать, куда его класть. Что? Да надо вот сюда просто в систему дать. Система нет, так переходника-то по меня нет. Да где? Вот. Просто. Ну понял? А, этим, да. Ну, подкачка же есть у тебя? Есть. 5 атмосфер, включил зажигание, оно только щёлк. И заработало. Что там нету потёкал? Нет, ну да чтоб капли были. Вот тут с тех шлангов, да? Ну да, да. Ну там на коробке посмотрим. Эта коробка лёгкая. Лёгкая типа по весу или по ремонту? По весу, ну... Ну мне проще снять. Я такую коробку ещё... Ну вовсе снимал, но... Я обычно заехал, сколько такой идут. Ну, у Гомельского же такая же, да? По-моему. С ретардой идём. Так она тяжелёчок. Не морозить. С ретардой там у неё весу, наверное, на килограмм 400, да? Вам уже 50 даже. Четыре 50 даже. Четыре 50 даже. Четыре 50 даже. Витягуешь. Ну, справляйся. Ты сам вытягиваешь, да? Угу. Угу. Уже заставляет. Полтоны. Полтоны в руку. Уже заставляет. Ну, гидравлика всё ж. Голова и гидравлика. Откручивать не надо, потому что может быть выше уровня. Я понял. Вставку вставил? Да. Ну, фильтр, да? Тут такая беленькая. Ага. Пробочка. Так, всё зажато. А я всё равно там спичку, я в верхнюю пробку, спичку, клапан вставляю, чтобы газов не было. Ну, чтобы давление не было, потому что ну, течёт где-то. Да. Светимся. Сейчас кардан обжать. Чего поедешь без кардана? Да, без кардана поедешь. Ремнём сейчас подвяжем. Чтоб не потерять. У меня у папы когда-то на УАЗике у армии он ехал, и у него открутился кардан спереди, и он эту сальто сделал. Ого. И он на дембель пришёл на полтора месяца позже, пока восстановил УАЗик. Было такое. Как-то так получилось, что студент-студент, а потом. А где ты ещё идёшь? В техникуме на КСК, там механика-технологическая, на электрика. И потом в политехе. Ну, в политехе я год поучился и ушёл. Ты на заводку в стационаре? На заводку. А в каком году ты поступал? Ну, я тебе не скажу. 2008-2012. Нет. Понимаешь. Когда к людям расскажут, что один человек снимает, ставит коробку, так никто не поверит. А я уже залазил, снимал твою штуку такую. Понимаешь, тут всё голова и деньги всё решает. Заработал и выиграл. Да. Потому что... Знаешь, эти крысы под тамбой. Надо было устранять что-то там. И вы же там ставите, что дополнить. Может, патрубки гниловатые, понял? Ну, то ладно, сейчас мы... А ну, чуть-чуть точнее капельку. О, погоди. О, отлично-то. Да, вот такую гидравлику не пожалел. Купил. Сколько она? Тыж 20, да? 950 долларов. 30. Да. 950 долларов. Ну, так я говорю, что почти 30 тысяч, да? Ну, это же было тогда... Чего два года за то попало. И насколько облегчает сразу? Так... Минус один рот. Да, да, да. Снимать, вот люди приезжают, там некоторые же... Ну, что, коробка, ты что сам можешь? Ну, да. Ты что, голи, что там это? Что, алкоголика брать? Он пришёл один человек, вроде не алкоголик. Работать не это, не особо хочет. Забыл, не знаю, не помню. Кто ты, учитель? Хорошо. Так, вы видишь, Лёня на сутки дольше делал коробку, чтобы это сделать, крепление. Какое крепление? Ну, вот это, чтоб понял, чтоб крутить её потом. Ага. Блин, ну вот как я хочу себе вот такой пистолетик. А оно прям в флянец закручивается, да? В флянец. Что там гайки есть какие-то? Гайки, гайки. 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 Я приступил её, без работы стал. То так проедешь. Подкручу и дальше поехал. Что-нибудь откручу. Подкручу и дальше поехал. Меняет тормозной диск на скане, подходит хозяин, на меня говорит, а я руками гайковертом зажал, а руками поджимаю, он говорит, зачем ты, ты же гайковертом зажал, зачем ты это, я говорю, я ему не доверяю, он сегодня крутится, а завтра, бачишь, как бы, ну понятно, он ввинитель теряется, мощность. Руками протянут, чувствую усилие. 20 килограмм, да? Как у меня дядь? Динаметрические ключи стоят, ключи. Ну, усилие. Головка 12, да, если кардан 20 килограмм. Вверх обтянутся. Слышишь, а там гайки не такие, да? Где гайки? Ну, на заднем. Там какие-то контрагающиеся. Ну, может быть. Может быть. Смотри, ложь ключом получит со скотчем. Да я ж понял. Надо повыдувать, надо посмотреть, откуда оно бежит. Может просто выходит штуцер тут, а он там уже подгнил. Где-то, может, микротрещина. Ну, рактор. Я понял. А он его вымыл, он же ее мыл. Да, конечно. Ржавчину вымыл и все. И побежала. Гидравлика. Я ж говорю, одного проученного мужика, он уже такой год 55. Приехал, вот такой, что угольный момент, там типа салабон какой-то. Потом в результате, когда ему позвонили, где у тебя масса включается, забирать машину до коней. Трошки. Чуть не притомлю. Граждое на минуту. Дождь не признается. Граната салабон. Возвращение. И акуля салабон. Да. Не нюанс. Трошки. Акуllä. А ну запусти, я сейчас посмотрю откуда Завожу? Вроде не бежит Ну да, ты как куда же набежал? А ну сбежал А ну, а вот тут на изгибах Оно целое Да Теперь посмотрим, это потому что мало ли И там буду Теперь на свежих Все, глушу, да? Да Глуши, посмотрю Гляди, сейчас опять разгрузка сработает Вроде когда глушишь, меньше стало Шарабанит коробка О, я так смотрю, в коробку массаж Как будет показывать ниже уровень Ниже уровня? О, появляется, появляется Что там? Да там надо внизу смотреть Все мы Даже знаю, что так не видно Тяжелая ерунда, да? Та она только из-за аккумулятора, наверное, тяжелая Ну, показывает Почти середина Ну, может, тоже много не надо, правильно? Чтоб было выше уровня Оно сейчас течет и будет опять А если ты стакан добавишь, и было середина А ты, кстати, видел, обращай внимание В коробке на колоколе такие Царапины были Как вот тоже лепестками Те, которые с диска сцепления Вылетали? А я сегодня же давай Когда закинули сцепление Ага Тоже колокол там же На две теле Понял, Саня, да? Царапины были Внутри там Я понял Гардан зажали Только странно, почему оно сейчас не бежит уже ничего Я думаю, что оно может было между Тут уже на кончике трубки, понял? Типа За хомутом уже А, за хомутом, да, то это А то оно чуть сухо Все красиво Сейчас окошко А, до кожи набралось, середина Середина? Да, уже там буквально может Без капельки Защиту поставлю Штуцер на Теплообменники Это я на видео снимаю, рассказываю Потек штуцер Сейчас будем сливать тасол Саша сливает тасол И Я говорю, я уже дома на стоянке это доделаю Говорит, не, не отпущу Короче Все как всегда Какая-нибудь, блин, мелочь Провозишься Вот оно тебе надо Отправил бы меня И все Сейчас, блин, там, сказали Что за баран берется, делает Не сделал Отправляет машину Не, ну как это так Не, я же деньги не беру В свою работу Бывает такое, что Ну, всякое бывает Я же какие-то вещи такие Не ел Не знаю Для безопасности надо Масло, масло тебе что, да, Илья? Да Масло, да Обижало масло, да Масло, я же больше Масло надо Сливать Ёлки дрова Ну Что-то сделать Это работа такая А там нема на нем номера Никакого? Да есть он какой-то Ты думаешь, что в наличии будет? Там патрубки гнилые Блядь, а А если не заварить Там что заварить То заварить А если там внутри гнило Я понял Блядь Как нам быть? Как нам быть? Так, надо сливать Интерэйтер На, фоткай Хочешь Все равно же сегодня Не бой Вольво 15-21-8-22 А ну Сейчас Там масло Да Вытекло Теперь надо Вот эту штуку По-моему Выкрутить Полт Или нет Да Ну, наверное Должны Подержаться Конструкция Ух ты Тоже нам Походу Выходить Я хотел, чтобы она унизненькая Потому что у нас ботосол вытечет Стеклообменника А, истекает Сейчас я Канистру возьму С фильтра А, ну вот Трухлая Смотревненькая Так это, по-моему Даже не та, что текла Или та Да Давай Смотришь А У тебя Коробочка Какая-то есть Да? Найдем Конечно Чтобы его Туда укинуть И я помчал Начал Магазин Там, мне кажется Что оно вот Гниет Именно под шлангами А внутри Оно там должно быть Все Вот О, бля Ты знаешь Чтобы Ниже Постали Калопать Ооо Ооо Вот тебе Смотри Она согнила Ладно Давай, чтобы не тратить время Сюда Мне его Коробочку Я полетел Диск тонкий У меня тюжина Суппорта болтается Ну И внутри надо делать Там все надо делать Понимаешь Это надо Трошки денег Надо Ты не готов Сейчас Сейчас я пыльник поставил Тебе Поменял Пыльнику Пиздец Это тебе поставил Был Суппорта Смотри Слышишь Баляшка Смотри Баляшка У них Во всех Во всех Рожавая Ага Клини тут И потом Суппорт перестает работать То есть Надо перемазать Смазка налаживать А ты можешь Пожалуйста Глянуть А передние Перебирали Там или нет Диски Не я имею ввиду Просто Ну Снизу Глянуть Ну Да я понял Потому что Мне кажется Что Мне кажется Что передние Делали А задние Нет Или то Мне так Кажет Не а с ямой Оно так не будет Просто Если глянуть Что Что Не шататься А диски Что Потому что По колодкам Вроде там Нормальные Мне колеса Снимали Снимали Блин А я думал Что Вот эта Пластинка Выпала А это Оказывается Не пластинка Но она Сейчас Эта Клодка Не Выпадет Нет Выпала Стерла До упора И потом Поем Метал По металлу И Вернула Он заклинил Наверное Ну Что-то Такое Метал По металлу Через Это Выплело На И Сейчас Тормозной Заклинет Ну да, если бы он заклинул бы, так он бы не подводился бы, да? Ну конечно, но их надо делать. А сколько вот у тебя, допустим, будет стоить, если я загоню, перебрать суппорта, поменять тормозные диски? Ну вот, помню, что тормоза сделаю. Вот, диск, смотри, механикуль, старик, 1200 один диск, замена со снятием. Ага, переборка суппорта? Суппорт, вот сняты, переборка, ну, понятно, твои запчасти, что я работаю, я работаю, 500 гривен, 500 гривен, короче, 1700, короче, 3,5 тысячи за вось, или больше? Ну, где-то так, да, то есть, гривен, 500 может, там, ну, с отрока, есть моменты, может, крышка не отключится, может, дороже. Ну, короче, от трех с половиной тысяч, и вперед. Табаляшка у них надо... А ты графиткой, да, можешь? Ну, графиткой можно, чем, если это... бронзовая такая, медная, вернее. Я понял. А когда ты меня сможешь записать по времени, недели через три? Да, ну, это неделя точно, и следующая. Не, ну, я уеду, у меня 14 дней, у меня рейс. Да? Да. Ну, значит, тогда будешь звонить, где-то дней за 5, заранее так. Потому что... Диск менять, может, тут нормально, не надо, вот этот менять. То есть, уже делать, сделать... Ну, так само, передок, смотреть, что там как-то. Ну, и кабины подкинь, перекинуть, там, посмотреть, что там. Такие моменты, там. Так-то страшно. Слышишь? А, с теми болтами, что ты говорил, Дек, ты мне скажешь, чи ты зажмешь, чи я, я, ты мне скажешь, я зажму потом. Стоит ерунда вот этого, видишь, болта нет. А-а-а. Так, там уже резьбы не было? Не, резьба есть, я смотрел. Просто ее забыли поставить, трубки воздушные подходят. Ну, такие моменты. Так само, перекинул кабину, там тоже много оборудований. По-любому. Так, вот, два DAF, еще и так, постоянный клиент, Санин. Сделаем такой, краткий. Расскажи, что ты там в них делал. Ну, что, понемногу. Ну, машины новые, вроде, ломаться же не должны, да? Ну, с 13-го года оно ломается, все они ломаются. То, светло, делали. Сыгло, палец меняли. Так, пупырем комплект, да, поменял? Сила. Клин, подушек, палец на полу прицепе. Водитель стойки подкрасил, а лёд, чтобы бредить где. Тент классный, тент армированный, крутой. Диски, он пескоструйных или так просто? Да нет, ну, лежало видно. Ну, по-последнему видно, так. А прицепы какого года? Где-то мы восьмой, это шестой. Гля, не одинаковые, прямо как один эти самый бордштора. У него какая-то, наверное, специфическая работа или не? Или всего подряд возит? Да. Не в курсе? На прибалтику ездишь, а там, в тонкостинике. А по этому дафу что-то ты делал? Да, там, то все, шкварня, все по мелочи. А за сколько ты по времени меняешь вот шкварня на этом дафе? Ну, на таком вот, на 105-м. Три-четыре часа. За три-четыре часа ты меняешь шкварня? Да. А на Магнуме? Смотря на каком. Ну, вот на который Маковский, то есть, который еще не DXi. Ну, за четыре часа можно спать. Ну, это же там говорят, что они сложные сильно, да, типа? Прессом надо давить, там же на DXi, на этих конусные. Надо, ну, там проще чуть-чуть. Ну, опять же, там регулировка идет. А регулируется шайбами, да, на DXi? Да, под опорный подшипник, под обоим, подажется шайб. Да, дафники крутые. Ну, я, кстати, не фанатник от дафов, но мне они не нравятся. Себе бы я не взял бы, но... Мазиан нормальный такой, молодец. Добросовестный. А сам не ездит или ездит? Боится. Боится? Да. И прав нету? Нет, не знаю. Не, ездит, ездит, там понемногу. Что-то справа, видишь, он посвежее. Ну, да. Слышишь, а водителя ездят, да? Ну, да. Ну, так, конечно, выглядят хорошо, с кондиционером, вообще круто. Суперспейс. Надавка крутые. А как хозяина зовут? Игорь. Игорь. Вон, Игорь, привет. Твои дафы попадут в кадр, так что посмотришь. Хороший человек. О, даже этот слесарь говорит, что хозяин машин хороший. Значит, действительно не обижает. По зарплате и водителей, и по ремонту. Там, ну, по машинам видно, когда человек обслуживает, и хочется работать вот такого, наверное. Надо все будет, надо делать. Короче, да, я буду как с рейса ехать, а я тебе наберусь их от дней. Записал, так я тебе его сбросил. Сбросишь на Viber. И фотки тоже, ты можешь фоткать и это самое, и фотки вставлять. Оно даже еще прикольнее, там, допустим, как разобранное, там, как оно там чуть разложить. Вот оно. Вот. Добрянка Интеркарс передала запчасти. Блин, а я это самое, ничего же на коврике будет масло трошки? Лехи моторчик. Леха это блогер, которому мы в прошлый раз не доехали возле ворот. Вот это закончилось видео. За крылышками. За крылышками. Забрали крылья, короче, довольны. У Лехи сломался стеклоподъемник. Это, кстати, Магнумовский. Тут фишка не такая. У меня фишка не такая. Это у тебя, получается, мама, а ты здесь должен быть папа. Ну, поменяешь. Главное, что тут щетки были целые, понял? Так, ну, сейчас налево, да. Короче, у Лехи, как раз вот с Добрянки батя передал этот моторчик, а мне теплообменник. У нас главная, Леха. Спасибо. Да, Луна не тормозит. А вообще такой новый стоит в районе 2000, но он идет стальной. А это полностью медный. Это с коробки Б-18, это с белого Магнума. Я с него выкинул, там уже не будет теплообменника. А у меня на этом будет медный. Вон какой заправщик. Это у него тут место, да? Стой. Что, снял кота? Снял кота. И побитого Алексея. Камеру подснять. Давай лучше. Давай. Лёня, ну да, говорит, что там как. Я говорю, потек, тасол. Так что пока, говорю, с пробега, да. С пробега снят автомобиль. Блин, фонарик у тебя вот этот классный. Ты знаешь, сколько он стоит? Да я представляю, может, долларов 60, да? Две-триста гривен, только фонарик. Нифига себе. Только фонарик. Зарядные, батарейки, аккумуляторы. Это Женя мне подсветил. Ну, он всем подсветил. А я за 40 гривен на рынке купил, понял? На трёх пальчиковых батарейках. Колесо зимой запаску начал менять. Первую гайку откручивал, ещё видно было. А последнюю уже всё. Посмотри, тут. Ну? Так это же села батарея, понял? Офигеть, блин. Да, там же она же... Ну, нет, фонарик бомба, конечно. Сейчас сверху дожму. Верх. Масло заливаем, и я поехал. И антифриз. И антифриз. Видишь, хорошо же ты настоял. Я бы на стоянке, я бы его не слил бы, блин. Не, не, так куда? То есть, если я начал делать, я доделал. Болт этот зажал. Да. Да, то я полезу, буду трубку снимать. Диски новая передняя. А, по передку там делалось, да, что там? Да, новая, да. Ну, туда надо смотреть, надо вот, ступица смотреть, чтобы длиннее наделать. Ага. Жопа, тут диск тоже менять надо. Ну, я понял. А, ну, ты уже толся. Да, то есть, я рейс откатаю, чтобы трошки перекрыть коробку, и тогда можно... Ну, смотри уже, да. Это кончик за скотчем, шоку сделали, поехал, заработал, потом то. А там... Ты понимаешь, с тормозами же тоже страшно затягивать, чтобы не загореться, блин. Так, зажал, там зажал, сейчас масло забью. Прямо без диска, да? Без диска, такое бывает еще. Ну, вот как раз бы, ну, у нас интересно посмотреть, то. А что, мне внешне тяжело телефон снял, как-то подтирается. Я могу даже отдельно создать канал, там как-нибудь его назвать, и выкидывать твои видео. Да, ну, можно... А потом, как появится у тебя подписчиков тысяча, так будешь уже и сам закидывать. Отмахиваться от них, да? Да дело в том, что тут, я это все понимаю, тут либо же работать надо, либо же... Ну, да. Заниматься шипа. Я тоже, когда рейсы нормально идут, то есть, так я не снимаю, потому что реально не успеваешь, блин. Хотя, казалось бы, ты крутишь руль просто и можешь снимать, там, но все равно как-то, знаешь, так можно неделю-две закинуть это дело. Уже поработало. Ну, жидкая, да? Ну, конечно же. Потому что я себе заливал какую-то трансмиссионку, ну, дешевую. Вот, так она, по-моему, по 70 древних была, или по 80. Да она такая, как моторное масло. Это же вообще как вода. А такой мост нельзя заливать, да? Ну, нет, там 82-90. Надо будет. Вот когда тормоза, наверное, было делать, надо будет. 120 тысяч. Ну, там, сколько-то меня это обычно, это 120. Просто, что пока, ну, просто чужих рук. У меня в моем том белом, я все, перья уже знаю, когда там шоу, у меня блокнот, все записано. Так, заливаем вас, значит? Да, ну, как бы чисто. Ну, если чисто, то заливаем. Да, ну, если там воды нему. А ты, получается, вот это только ту бутылку, канистру не сливал, да? Я полностью не сливал. Но он же шпильт выше был. Все, понял. Так, отлично. Смысл, что там вот вода, что не стекало. Оп, чик, красота, все. Тут, руки там, такого. Так, тогда замечательно, тогда замечательно. Завтра трубку поменяю и... Ну, трубку на гидроусилителю поменяю и поеду. Блин, мне такой рейс классный дали на Закарпатье. Я там ни разу не был. Ну, как, был когда-то, ну, зимой. А это вот это месяц назад я туда съездил. Блин, там так классно. Летом вот мне больше, чем море нравится. А это оно так задумано, да? Да, чтобы через сапун заливать, да? Ну, да. Больше придумали-то. Ну, ты, конечно, да. За три часа снял коробку, за два часа поставил. Тупо это... Потеряли время, столько на этом все. Момент. Я же тебе, Груша, я прицеп и делаю капитанку. Два дня. Тупо суппорта два, два с половиной дня. Человек заехал, в ту пиццу пешечку перепаковать. Сколько? Лошей с куском. Сами надо срочно. Да не вопрос. День течет, все супер. Все, последние штрихи. И этот страшный сон закончится. День течет, все супер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.